Слава Богу за вечерний час этот, слава Иисусу! Я думаю, что мы слышали, что Бог уже нам сказал к нашему сердцу и были открыты для Слова Божьего. Мне нравится, как один человек говорит, свидетельствовал, говорит, собрание, пришел он пастырем, был миссионером, пришел на собрание, и там пришел только один человек на собрание. И он спрашивает его, собрание будем проводить? Тот говорит, не знаю, я же откуда знаю, ты пастырь. Он опять, ну никого нету, ну мы воем с тобой, ну будем собрание проводить? Он говорит, ну я не знаю. Не, ну ты скажи, от тебя от Слова, я жду, будем собрание проводить или не будем? Ну я фермер. Что я скажу? Если бы у меня была одна корова, я бы тоже ее кормил все равно. Знаете. И пастырь встал и проповедовал. Целый час. Закончил собрание. Расходится, ну как тебе собрание? Он говорит, сложно. Ты дал пищи, как на сто коров. Знаете, мы ограничены временем, пусть Бог благословит. Мы сейчас будем молиться и за Ксюшу помолимся, чтобы Бог благословил ее служение. За брата тоже благословим его, там не все дьяконское служение. Тоже помолимся, пусть Бог благословит. Я прочитаю такое местописание. 2. Луки, 19 глава. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, ой, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему. Но это скрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И другое место, которое я хочу предложить нашему вниманию, Луки, 11 глава. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночи, скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним. Кто по отнеотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Слава Богу! Я хотел бы вместе с вами, знаете, коснуться, я не буду сейчас раскрывать эту тему, но я хочу коснуться такой темы. Посещение Божье. Посещение Божье. Насколько оно важно. Слово Божье говорит, когда Иисус шел и увидел Иерусалим, он говорит, ой, если бы ты знал, что служит миру твоему. И там он сказал такие интересные слова, он говорит, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Я знаю, дорогие мои, что каждого из нас Бог посетил, слава Господу. Если бы не посетил бы нас Господь, то мы не были бы сегодня в собрании. Каждого из нас Бог звал к себе, и у каждого из нас своя судьба, своя дорога до Бога. Но Бог, братья и сестры, Он нас так сильно возлюбил, братья и сестры, что посылал к нам в нашу сторону разных проповедников, миссионеров. Знаете, разное слово, оно звучало в разных обстоятельствах к нашему сердцу, при болезнях, при, знаете, при разных обстоятельствах Божье слово звучало к нам. И мы откликнулись. Слава Господу. И хорошо сделали, что откликнулись. И сегодня вы, как народ Божий, записаны, братья и сестры, у Бога в книгу жизни. Я благодарю Бога за это. Мы сегодня народ особенный, люди взятые в удел. Знаете, Он призрел, Он обратил на нас внимание свое. Я Бога за это благодарю. Но я бы хотел, знаете, вместе с вами посмотреть, что очень важно, когда Бог посещает нас. Это очень важно. Слово Божие говорит, друг пришел к другу и говорит, слушай, у меня пришел ко мне друг, и мне нечего предложить, отвори, дай мне, знаете, три хлеба дай. И Слово Божие говорит, что тот начал ему, знаете, из закрытого дома, говорит, слушай, я не могу встать тебе уже дать, потому что я на постели уже с детьми своими. И тот начал стучать, и Писание говорит, если он по неотступности, говорит, если он по дружбе ему не даст, то по неотступности даст. И знаете, вот Бог к нам приходит, как вот этот человек, не вовремя. Невозможно сказать, что я приготовлюсь, Господи, теперь посети меня. Бог в разное время нас посещает, Он не предупреждает нас. Это может быть совсем неожиданно для нас, но, братья и сестры, эти посещения очень важные. Важные для нас. Однажды Захей, который, знаете, залез на смоковницу и смотрел, и рассчитал, где Иисус пройдет, и он, знаете, хотел видеть Иисуса. И вдруг, когда Иисус шел той дорогу, увидел Захея, и говорит, Захей, слазь, сегодня мне надо быть у тебя дома. Вот это поворот. Вот это поворот. У меня дома. И Писание говорит, он принял Иисуса Христа, и там его сердце плавилось от речи Иисуса Христа. Знаете, от самого присутствия Христа, его сердце начало меняться, слава Господу. Он говорил, кого я обидел, воздам четверо. Писание говорит, что пришло в дом спасения, слава Иисусу. Но этот человек, он был открытый до посещения Христа. Он, знаете, он наблюдал, он следил, что Иисус делает, о чем говорит. Его сердце было открыто для учения. Аллилуйя. Другой же напротив, помните, такой Симон. Иисус Христос был у него, и Писание говорит, Иисус ему сказал, Симон, ты мне целование не дал. Ты мне, говорит, ноги не помыл. Но, говорит, эта женщина, она волосами вытирает ноги и слезами омыла мои ноги. Этот человек сидел, он так и не понял, кто его посетил. Он так и не понял, что к нему пришел Создатель мира. Он так и не понял, что к нему пришел тот, в чьих руках жизнь человека. Он так и не понял, что к нему его посетил сам Бог. Он, знаете, оценивал Иисуса Христа и говорит, если бы ты знал, если бы он был правил, если бы знал, какая женщина прикасается к нему. То есть, его сердце, оно не реагировало, и оно не понимало, кто его посетил. Но это очень важно. Это очень важно, дорогие мои, понимать, когда Бог приходит. Он не предупреждает, он не говорит, вот я к тебе сейчас приду, зайду, приготовься. И, конечно, мы бы, знаете, дома сделали порядочек, мы бы оделись и приготовили. Но, мои братья и сестры, Бог, когда нас посещает, мы даже не знаем, что Он обошел уже мое сердце. Однажды я был на одном богослужении, и было хорошее собрание, и Дух Святой через пророческое слово было сказано, я обошел народ мой. И вот в народе моем вот это, вот это и вот это. И я стоял, братья и сестры, на этой молитве, и я думал, и мое сердце Он обошел. И меня Бог проверил, я был в числе этих людей, и Бог знает мое поведение, мое отношение к Нему, мою жизнь. Бог знает меня. Слава Иисусу! Он и меня видел в моей нужде, в моей проблеме. И потому, когда, братья и сестры, Он приходит, братья и сестры, не всегда ты почувствуешь или ощутишь. Но Он придет, Он проверит твое состояние, братья и сестры, и не всегда найдет тебя нужным. Я помню, один брат, служитель, он говорит, я много постился, я проповедовал, я очень много постился. И мне казалось, я теперь готов, чтобы Бог меня брал в удел. И говорит, однажды пришел ко мне сатана, и говорит, схватил меня за горло, и знаете, и начал душить. И я понимал, что я-то не имею греха. И вдруг сатана говорит одно слово, и оно пишется. Второй грех пишется. Третий грех пишется. Всего три греха. Я взмолился о Господе. И вдруг с неба такой свет раз, говорит, и сатана, говорит, исчез. Мои, братья и сестры, иногда мы думаем, что мы готовы, что мы чисты. Но, братья и сестры, Бог иногда готов показать нам, в каком мы состоянии. В каком мы состоянии. Я думаю, что много можно мест Писания, знаете, прочитать и увидеть, братья и сестры, кого Бог посещал. Кого Бог посещал. И разная была реакция на Иисуса. И вот я смотрю, этот человек, который лежал на постели, и вдруг ему говорит, отвори, дай мне хлеба. Знаете, когда Иисус Христос приходит, Он знает, что у тебя есть. Он всегда попросит у тебя то, что у тебя должно быть. Иногда Бог приходит к нам и проверяет нас на верность. Иногда Бог нас посещает и проверяет нас на жертвенность. Иногда Бог проверяет нас, приходит к нам и проверяет, есть ли в моем сердце любовь. Оно должно быть у меня Я должен уже это иметь, братья и сестры И он приходит ко мне и говорит, дай мне И иногда, братья и сестры, мы понимаем, что у меня должно быть Но могу ли я это, знаете, это дать Бог может проверить нас, братья и сестры, на верность На посвященность И иногда нам кажется, что я посвященный, что я такой молодец Но когда он приходит, братья и сестры И мы эти посвящения иногда переживаем очень сильно И мы тогда понимаем, что я-то совсем не посвященный Или я-то не припоясанный А все меня знают, как будто я припоясанный Все меня знают, как будто я верный, что я Бога люблю Что я Ему принадлежу Но когда он посещает, братья и сестры, мое сердце То я понимаю, что я не то, что из себя порой представляю Или на люди показываю И пусть сегодня Бог нас благословит, дорогие мои Чтобы мы сегодня имели с Иисусом Христом такие отношения Что когда Он приходит к нам А я верю, братья и сестры, Он приходит в каждый дом Однажды посетит Он дом твой Мой дом посетит Однажды Бог посетит тебя в служении Он посетит тебя в труде На Ниве Его Он посетит тебя в воспитании детей Он посетит тебя, когда ты с женой находишься Бог нас посетит, братья и сестры И что мы будем представлять? Что, братья и сестры, будет исходить? Он постукает в наше сердце Как в книге Откровения написано Се, стою у двери и стучу И Он постукает в сердце И скажет Можно воспользоваться Твоей любовью Она у меня есть Но Он знает, что она должна быть Он говорит Дай мне три хлеба Три хлеба Он знает, что она должна быть И Он готов воспользоваться Моей любовью Почему? Потому что брат страдает Сестра страдает Кто-то, знаешь, приехал к тебе ночью Знаешь, и говоришь Выручи меня Я забуксовал Я сломался Выручи меня И смогу ли я, любя брата Отреагировать и помочь? Будет ли в моем сердце любви Достаточно Знаете, увидеть горе Или проблемы сестры Или брата И отреагировать Но Бог приходит И Он стучится В сердце наше Вопрос Моя реакция Моя реакция Не трогай Не вовремя Не вовремя Я на постели Не сейчас Я занятый О, если бы Тогда, когда я вот В постели Когда я на собрание иду Мои братья и сестры Бог посетил Помните Когда одного избили Шел один Законник-книжник Бог проверил его Он посмотрел И прошел мир Левит Писание говорит Подошел Посмотрел И прошел мимо Мимо Бог посетил Он проверил Он проверил Реакцию На доброту Понимаете? Пусть сегодня Бог благословит нас Я знаю, что Бог нас посещает Давайте помолимся Ему, чтобы Бог помог Мне быть готовым Во всякое время Чтобы Когда он Явится Написано Не постыдиться В день Пришествия К каждому из нас Может Бог прийти В любой момент В любую ночь В любой вечер В любой день На любом собрании Бог может посетить Твое сердце И испытать его И испытать его Давайте мы встанем Субтитры создавал DimaTorzok